Хочется рассказать особенно про прекрасного, очень харизматичного, немного бродячего, немного блохастого, немножко бестолкового, но очень доброго и ищущего любви, и конечно же дружбы, и конечно же дома псовеника. Прекрасная история, которая на русском вышла впервые. Поэтому мы рады вам ее показать, представить и предложить всем читателям, начиная где-нибудь так с 6-7 лет. Это раз. Дальше. Прекрасный, очень большой, но не пугайтесь этого объема. Он очень воздушный, очень красивый, детективно приключенческий такой том под названием «Где-то там гиппопотам». Это история таинственная, про музей, в котором собрано большое, просто огромное количество разных экспонатов, разных исторических времен, включая всяких разных чучел, животных и так далее. Самое главное то, что эти экспонаты оживают, не просто оживают, они разговаривают и очень пекутся о жизни своего дома. Именно так они называют этот музей. Главный герой, мальчишка 10 лет должен решить судьбу этого музея. Совершенно неожиданно ему предоставилась такая возможность и, собственно говоря, он прекрасно с ней справится. Следующая история про двух Ань. Они являются сестрами, троюродными. Одна живет в Петербурге, другая в Москве. Они гостят друг у друга и рассказывают нам очень свободно, очень приключенчески и весело и прикольно. История Петербурга и Москвы с поребриками и бордюрами, подъездами и парадными и совсем к не этому дополняющим. Дальше. Еще одна новинка «Ангел с чертова острова» про девятилетнюю девочку Астрид Бороз, которая имеет очень крутой и очень классный характер, которая решается на отважный и очень шаг на воссоединение своей сестры. Ой, семьи, простите. На воссоединение своей семьи. Это на самом деле очень серьезно. Не каждый ребенок пойдет на такое. Это наша любимая тема. Тема, про которую, как не любят, многие читать, тема неполной семьи или тема разводов. У девочки разводятся родители. Ну ладно, это полбеды. Но ее родители нашли свои вторые половины, что не очень-то впечатлило Астрид. И тогда она решила продумать и придумать такой коварный план. Она решила собрать свою семью, то есть папу, маму и себя на необитаемом острове. Это вам не шуточки. Ее план почти удался. Но вмешались обстоятельства. Очень серьезные. Эта книжка, она с вторым дном. Она очень классная, глубокая. Она закончится прекрасно. Не буду рассказывать, как это все произойдет. Еще одна новинка подросткового характера. Грандиозная заря. Очень здоровская история диалога матери и 16-летней дочери, которую выдергивает буквально с порога ее выпускного. Везут совершенно в богом забытый домик на каком-то озере, где всю ночь мама рассказывает историю своей жизни. Потрясающий, кто любит диалоги, и кто любит сюжет, держащий нас от начала до конца, без экшена, но тем не менее, очень сильно рекомендуем.